Пей чай, не вдавайся в печаль. Говорили на Руси сегодня, в Международный день чая это пожелание особенно актуально. А вот в стенах Сибирского культурного центра проходит выставка вокруг самовара. Среди экспонатов чайная утварь и, конечно, самовары. У каждого богатая история о ней и сибирском чаепитии прямо сейчас. Современным людям привычно кипятить воду в электрическом чайнике, а полтора века назад грели в самоваре. Чай завезли в Омск в 17 веке, а вот самовары появились спустя сто лет. С тех пор у русских обычай. В кругу семьи или с гостями пить чай, укрепляя родственные и дружеские связи. Эту традицию поддерживают в доме Веры Рыбаковой. Сделали иван-чай, как положено, как раньше. Пили в традиции. Все сами заготовили, сами заферментировали и пьем всей семьей вместе с супругом и с ребятишками тоже. Конечно, у нас самовар не выключается. Пьем чай, пока не напьемся. На выставке в Сибирском культурном центре самовары самые разные. Большой – станционный, а еще стакан, репка, рюмка. А есть такие, увидеть которые можно под микроскопом – на кедровом орешке и маковом зернышке. Мы рассказываем то, что нам вы сказали в экспедиции. Понимаете, когда вынимаешь материалы из жизни, то есть, допустим, самовар находится у кого-то в коллекции. Причем даже это не коллекция, а, скажем так, предмет быта, который уже в принципе не нужен. И вам готовы его отдать. Отдают ведь всегда с рассказом. Этот с секретом. Он не только кипятил воду, а еще и сам варил. Под крышку самовара складывали вот такую вот тряпочку, а туда складывали яйца. И они также в точности на пару, как там, варили. Кроме чая, полагалось на стол, покрытый скатертью, подать угощение. Чай сибиряки любили пить с пирогами, вареньем и молоком. А вот сахар особенно был в почете. Женщины даже окрашивали зубы в желтый цвет. Это был показатель, что сахар едят в доме часто, а значит, семья в достатке. Сибиряки пили чай с дороги, когда устали или замерзли. И обязательно после бани. Как Фрося Бурлакова, героиня фильма «Приходите завтра». Мне котлеты по-гейски. А ты что будешь, Фрося? А мне только чаю, стаканов шесть. Мы с мамой всегда после бани чай пьем с малинечным вареньем. Сегодня к чайной церемонии русские относятся не так трепетно. Возможно, потому что в быстром жизненном ритме чаевничать нет времени. Но вековые традиции искоренить трудно. Иногда так и хочется побаловаться чайком. Алла Аксенова, Даниил Паршин, Александр Филиппов, Антенна 7.